Библейский портал экзегет.ру представляет 16 глава книги-притчи «Человек предполагает, а Бог располагает». Есть такая русская поговорка, во многом она подходит в 16 главе. Я читаю ее для библейского портала «Экзегет» в переводе российского библейского общества. Ну вот столько говорилось, мы уже в середине книги, про праведность, про мудрость, а где это, праведность, мудрость, как это мы? Каждый сам себя определяет, что праведность, что мудрость. Не совсем. Сердце человека строит планы, но ответ на все от уст Господних. Вот Бог располагает, да, это буквально русская поговорка с тем же самым смыслом. Более того, каждый считает свой путь непорочным, но Господь испытывает души. Много есть разных частных правду людей, да, вот каждый доказывает, что прав он. Но испытывает души именно Господь. А как же тогда быть, как узнать, прав я или нет? Вверяй Господу свои дела и замыслы твои свершатся. Вот обращайся к нему за этой оценкой и предоставляй ему разобрать, что правильно, что нет. Все создано Господом для своей цели и нечестивец для дня беды. Вот мы думаем, зачем ты, Господи, сотворил этих людей? Они же такие противные, не то, что я. И у них есть своя какая-то роль в мироздании, пусть даже просто для дня беды. То есть, чтобы было кого показательно наказать и уничтожить в день беды. Ну, с нашей точки зрения, да, у Бога могут быть свои замыслы. То есть, мы все время говорим, автор притчи особенно, и праведники, грешники, праведники, грешники. Мы-то праведники, они-то грешники. А вот и у них есть своя цель в мироздании. Мы пока не знаем просто какая. Будем думать, что хотя бы вот это показательное наказание. «Надменное сердце мерзко Господу, ни за что не уйти ему от наказания». А ведь в каком-то смысле надменное сердце – это сердце человека, который слишком высоко ставит свою правду, кто не торопится ее соотнести с тем, что он знает о божественной истине. Ну, а если уж он согрешил, вера и правда искупают вину. Страх Господень отводит беду. На минус есть плюс, да. Вина бывает у всех, а вера и правда – то, что ее искупают в жизни, вот, по вере и по правде. И страх Господень – память о том, что есть судья. И вообще, если угодно Господу пути человека, он примирит с ним даже врагов. Да, бывает. Ну и, кстати, вот лучше малость да с праведностью, чем богатая прибыль да с беззаконием. Это уже было там дом, где перед раздорой, вот это плохой дом, да, лучше, допустим, обед из одних овощей. И вот здесь примерно та же самая мысль. Но смотрите, она здесь в контексте вот этого понимания человеком неполного, частичного своего пути. Человек избирает свой путь, но твердость шагам предает Господь. Мы можем решить что угодно про себя, но удастся ли нам пройти этим путем? «В устах царя вещие слова, не ошибется он в своем приговоре». О, если бы ни один царь никогда не ошибался, то в Библии полно примеров царей, которые ошибаются, и более того, грешат. Но вот есть такая идеальная картинка. И должно быть так скорее, да, вот может быть это надо перевозить, пусть в устах царя будет вещие слова. Ну ладно, царь – это такой принцип государственного устройства. А дальше «Верные чаши весов от Господа, и гири в сумме творения рук его». А это на базаре взвешивали с помощью камней гирь, да, сколько там весит товар, сколько заплатить. Вот смотрите, от царского дворца до базарной торговли принцип один и тот же. Верность и честность и правоты. «Мирские царям нечестивые поступки, праведность и утвердится престол. Угодны царям правдивые уста, любым тот, кто говорит честно». Опять-таки идеально, да, потому что в реальной истории и Древнего Израиля в Библии описано, и любых других стран далеко не всегда так. Но это вот принцип, смотрите, начинается. Бог и человек, да. У человека есть свои замыслы, но Господь определяет. Вот царь, но его решения уже влияют на жизнь всей страны и очень даже сильно. Или ты на базар пошел, самый последний бедняк, купить себе там к обеду чего-то. И тут ты либо праведник, либо нет. Но с царем, конечно, особо сложно. «Ярост царя, что ангел смерти, но мудрый человек и его успокоит. В светлом зоре царя жизнь, благоволение его как ливень весенний». Ну, понятно, царь может казнить, может наградить. Но, смотрите, мудрый человек, он может даже с гневливым царем как-то о чем-то договориться. «Лучше знания копить, чем червонное золото. Лучше разум обрести, чем чистое серебро». Может быть, ровно для того, чтобы понимать, как подойти к царю и понимать, как предстать перед Богом, в том числе, да. А золото и серебро будут уже следствиями этих выборов. «Дорога честных в стороне от зла. Кто с пути не собьется, жизнь сбережет». Вот такое опасное некоторое зло, которое как там минное поле, как болото, где трясины засасывает. Вот не надо туда сбиваться. «Несчастье предшествует гордыня, а падение высокомерия». В частности, один из способов сбиться – это гордыня высокомерия. «Лучше жить в смирении с бедняками, чем с гордецами делить награбленное». Тоже понятно, да. То есть, бедность – это плохо, мы об этом постоянно читаем в этой книге, но со смирением в бедности лучше, чем с гордецами при грабеже. В конечном итоге. «Кто рассудителен, обретет благополучие, и кто надеется на Господа, обретет блаженство». Даже больше, чем благополучие, да. «Рассудительность» – это вот такая бытовая мудрость. И человек рассудительный, он добьется достатка, успеха, все у него будет хорошо. А вот надеяться на Господа – это еще лучше, это уже блаженство. Жить своим умом человеческим, да, или тем, что Господь внушит. «Кто мудро сердцем, прослывет разумным, а сладость речей прибавит убедительности». Вот логика и риторика – два предмета, которые в древности преподавали в школах. Ну, не в древнем Израиле, правда. Вот оно и есть – рассудительность и мудрость, да, вот это вот логика. А сладость речей – риторика. Одно дело, что ты понимаешь, нужно еще суметь сказать. Отдельное искусство. Более того, рассудительность – источник жизни, а наказание – глупцу, его глупость. Казалось бы, наказание – глупцу, ну и можно придумать кучу всяких наказаний. Но сама глупость, сама вот эта жизнь в собственной глупости уже не просто неприятна, а уже вот, может быть, худшая кара. Разум мудреца подскажет ему слова и придаст убедительности его реча. Вот у нас опять тема риторики, да, то есть, ну ладно, допустим, не всегда это удается, но мудрый человек сообразит, как. Ласковая речь, что медовые соты – душевослаждение, целое исцеление. Смотрите, всего лишь речь, даже, может быть, и без особой мудрости, ласковая беседа, она помогает людям. Но все-таки надо помнить, что иной путь и кажется прямым, но в конце концов приводит к смерти. Что человек лишь относительно понимает, где добро, где зло, и поэтому необходимо ему сверяться, каким-то образом, здесь не сказано напрямую, каким с Богом, но есть наставления, есть законы, есть много всего остального. Тут же бытовая зарисовка. Работник сам себе не даст передышки, когда подгоняет его голод. А при чем здесь это? Ну, наверное, потому что, когда тебе очень нужно, ты действительно стараешься это приобрести. Вот работнику нужно заработать себе на обед, и он старательно работает. И, может быть, с мудростью, с сладкозвучностью речей примерно то же самое. Когда нужно, ты найдешь способ. Негодяй изобретателен на зло, изо рта его словно пламя пышет. Вот бывает такая не мудрость, а хитрость, которая то же самое, но в злую сторону пытается построить. Коварный сеет раздоры, клеветник разлучает друзей, злодей из пути сбивает ближнего и толкает его на путь недобрый. То же ведь то, что им может казаться мудрость, вот тот самый путь, который в конце концов приводит к смерти. А какие признаки того, что это так? Кто щурится, тот замышляет превратно, а кто губы кривит, творит дела дурные. Значит, близорукие люди, они щурятся иногда, да? Нет, не про это. Это, очевидно, вот какая-то такая гримаса человека, который сощурился, губы еще скривил, да? Вот он такую глумливую немножко маску надевает и лицом своим говорит, ты по мимике сможешь прочитать, насколько искренен, доброжелателен твой собеседник. По мимике читай, видно же? Седина сияющий венец завершения праведного пути. Ну, если бы всегда так было, но вот еще раз, здесь много таких вот лозунгов, как должно быть. Выдержка лучше богатырской мощи. Кто владеет собой сильнее покорителя городов? Очень люблю это изречение. Кто владеет собой сильнее покорителя городов? Вы много городов покорили в своей жизни? Завоевали? Я ни одного. Но владеть собой это еще труднее, оказывается, еще более важная задача. Тянут из запазов и жребий, но всякое решение от Господа. Это, наверное, про Урим и Тумим. Первосвященник носил на груди два каких-то предмета, Урим и Тумим, которые используются как жребий. Видимо, вопрошали Господа, да или нет. Это было что-то вроде жребия, которое, наверное, вытягивал, да, вот каким-то образом, из мешочка, в емкости, которая была у него на груди. Но это внешняя форма решения от Господа. То есть, да, бывают какие-то внешние признаки, но все равно Господня воля, она для нас до конца непонятна. Человек может ее пытаться угадать, понять, спросить и так далее, но он лишь догадывается. В конечном итоге суверенное решение за ним. Ну, а в 17 главе, что нам и так ясно, об этом пойдет речь. Продолжение следует...